Я думаю, что фронт против Сталина Израиля и Запада на Ближнем Востоке будет расширяться. Хезбалла и Хусид и Йемен уже отчасти участвуют. Я думаю, Иран будет так или иначе втянут в эту проблему. Ирак, Сирия. Нам предстоит большая война на Ближнем Востоке, которая, скорее всего, закончится уничтожением государства Израиля, несмотря на всю помощь Запада, потому что в конечном итоге это меньшинство, которое ведет себя абсолютно неподавающим образом по отношению к людям, которым кляжит эта земля, на самом деле, Палестина. Поэтому я думаю, что этот конфликт, еще одна война многополярного мира, и Запад здесь, как и на всех остальных фронтах, потерпит сокрушительное поражение. Уже американская политика фактически рухнула на Ближнем Востоке. Американцам никто не доверяет. Однозначная поддержка, односторонняя поддержка Израиля. Дорого стоят. Американской политики, которая практически рухнула. Доверия уже нет никакого. И остальное дело времени. Но во что выйдет с этой войны? Это трудно сейчас прогнозировать. Я думаю, что это очень серьезное столкновение нам предстоит. Интересно, что в Латинской Америке начинаются серьезные процессы. В частности, Виннесуэла потребовала территорию СИКБО, английской Гаяны, тоже такого колониального образования западного. И это может прирасти в войну. В принципе, Латинская Америка все больше и больше выходит из-под контроля. И влияние Запада все больше и больше говорит о своих собственных интересах и о своих собственных стратегических перспективах. В глобальном масштабе становясь полноценным полюсом. Трудно говорить о тайваньском кризисе, который тем не менее назревает. Потому что Америка наращивает свое военное присутствие в Тихом океане. Но Китай умеет ждать. И я думаю, что тайваньский кризис разрешится, безусловно, я в это верю, в пользу Китая. А каким способом и какими методами, сейчас пока трудно себе представить. Просто наши китайские друзья должны знать, что Россия понимает смысл отношений к центрального Китая и Тайваня. И полностью поддерживает китайское руководство. И это тоже один из фронтов многополярного мира. Это одна из потенциальных войн этого многополярного мира. Африка тоже становится полем противостояния антиколониальных сил в Западной Африке. Это Мали, Нигер, Центральная Африканская Республика. Это Боркино-Фасо, где пришли именно континентальные африканские лидеры к власти, которые сейчас формируют некий новый империй Мали, некий новый антиколониальный многополярный блок. Также есть и Южная Африка, и Эпиопия, другие могущественные силы в Африке. Африка пробуждается, это еще один полюс, как и Латинская Америка. То есть многополярный мир строится на наших глазах и строится с трудом. Запад категорически не хочет уступать, он хочет настоять на своей гегемонии. Тем не менее, многополярный мир соседается.